МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Наталья Титова. Это программа «Такой день». Для вас самые важные новости региона. Вот что покажем в этом выпуске. Как стеклопакеты выбиты, так и окна рамы полностью повреждены. В Белгороде продолжают восстановление домов, поврежденных в результате вражеских атак. Как идут работы в одной из многоэтажек Харьковской горы? Комиссионно решают, что дальше с этими посевами делать. Либо их оставить, что они, возможно, возобновят свою вегетацию, либо их уничтожать. Заморозки в начале мая расстроили планы аграриев, как скорректируют ход весеннеполевых работ. К 1 июня в России появится перечень рекомендованных для подростков профессий. И многие родители уже говорят, что их дети будут подрабатывать на каникулах. Эту и другие темы разберем в новостях экономики. Он хотел своим сыновьям показать, что ничего в этой жизни бояться не надо. Он пример для них. Рука об руку против врага. Расскажем историю белгородской семьи, из которых в начале отец, а после и сын отправились в зону специальной военной операции. А в начале об оперативной обстановке. Сегодня Белгородская область под интенсивной атакой вражеских дронов. Один из последних ударов пришелся по Шебекинскому селу Ржевка. Пострадала местная жительница. У нее баротравма. Бригада скорой доставила ее во вторую горбольницу Белгорода. Далее о восстановлении дома номер 55А на улице Щерса. Глава региона провел выездное совещание с мэром Валентином Демидовым, заместителем губернатора Владимиром Базаровым, министром строительства области Оксаной Козлитиной, сотрудниками МЧС, представителями подрядных организаций и экспертами Белгородского технологического университета. Вячеслав Гладков отметил, от собственников квартир во втором и третьем подъездах есть запрос на вывоз вещей и мебели. Приняли решение до субботы включительно временно прекратить разбор здания и помочь людям забрать необходимое. Задача администрации областного центра определить конкретное время и место, куда вывозить имущество. После этого работы будут продолжены. В своем телеграм-канале губернатор написал, цитата, «Если у собственника нет возможности приехать, он может обратиться в администрацию города, которая вместе с сотрудниками МЧС и участковым, актировав все имущество, вывезет его в безопасное место и будет дожидаться владельцев». Конец цитаты. Копии заключения строительной экспертизы, которая подтвердила то, что характер повреждений позволит нам восстановить дом без сноса, переданы старшему по дому. Однако собственники квартир с 5 по 8 подъезды по-прежнему переживают и попросили провести дополнительную экспертизу. Просьба жильцов будет выполнена. Также дал поручение моему заместителю Сергею Владимировичу Довголюку и министру ЖКХ Алексею Николаевичу Ботвиневу проработать вопрос по проведению капитального ремонта 1, 4, 5, 6, 7 и 8 подъездов по завершении восстановительных работ. Продолжают в областном центре восстанавливать и другие здания, поврежденные в результате регулярных вражеских атак. Так, только за прошлую неделю различный урон получили 939 жилых помещений. Больший объем работ приходится на замену остекления. Бригады в первую очередь закрывают тепловой контур, после производят замеры и меняют окна. Эти кадры мы снимали сегодня в одном из многоквартирных домов в районе Харьковской горы. В момент вражеского обстрела хозяйка квартиры находилась в спальне. В спальне случилось это 9 мая, в 4 часа утра, где-то приблизительно, был прилет в соседний подъезд. Выбило три окна у нас на балконе. В 5 часов нас опять разбудили, делали, составляли акт о ущербе, который смотрели. Через некоторое время пришли, сняли стекла, собрали осколки. Всего в этом и соседнем доме повреждения получили более 40 квартир. Как стеклопакеты выбиты, так и окна, рамы полностью повреждены. Сейчас занимаемся монтажом стеклопакетов. Их изготовили в максимально возможное быстрое время. Ведутся замеры балконных рам, также окон, и передаются в производство. Не считая отделочной работы, мы планируем в течение двух недель закончить по стеклению. Как только мы смонтируем балконные рамы и также окна, будем уже приступать к отделочным работам, которые возникнут, исходя из монтажа балкона и окон. Несмотря на оперативную обстановку и большие объемы по восстановлению, в Белгороде идет и плановая работа. Областную столицу готовят к летнему сезону. Сотрудники управления Белгороблагоустройства высаживают растения, красят бордюры, выполняют ямочный ремонт. Основная работа – это покой сорной растительности, высадка цветов, там, где отцвели у нас тюльпаны, подсаживаем цветы, кольцевые развязки украшаем. Многолетники, однолетники, то есть большой объем работ, там порядка, наверное, 500 тысяч будет культуры, привлекают нас к восстановлению теплового контура. Также вытаскиваем осколки стекол, где нет доступа квартиры на высотах, то есть с автовышек. Далее о сельском хозяйстве. Губернатор подписал постановление о введении в агропромышленном комплексе Белгородской области режима ЧАЭС. Причина – заморозки в начале мая, которые нанесли ущерб части посевов. Согласно документу, администрация муниципалитетов рекомендована создать комиссии по детальной оценке убытков и внести коррективы в ход весеннеполевых работ. Представители комиссии вместе с собственником посевов проводят обследование и комиссионно решают, что дальше с этими посевами делать. Либо их оставить, что они, возможно, возобновят свою вегетацию, либо их уничтожать. Сейчас еще есть время на пересев пострадавших культур более поздними, такими как кукуруза, соя, сорга или проса. До конца года мы имеем право подаваться на ущерб. Но, естественно, мы хотим, чтобы это сделано быстро было, и Минсельхоз от нас также требует оперативной работы. И я думаю, что примерную, скажем так, цифру ущерба по площадям и по культурам мы будем знать уже на следующей неделе. К другим темам. Россияне стали чаще покупать планшеты. В стране зафиксированы их рекордные продажи за последние пять лет. Эту и другие темы обсудим в новостях экономики с Алексеем Ерофеевым. Алексей, здравствуй. Привет, Наташа. Пятилетний максимум. С чем это связано? И вообще, что случилось, что россияне стали усиленно скупать планшеты? Да, действительно, тренд любопытный. Но, видимо, не только мы с тобой ценим их удобство. По сравнению с первым кварталом 2023-го, продажи планшетов в этом году увеличились на 41% в штуках и на 43% в рублях. Об этом известием рассказали менеджеры крупнейших магазинов электроники. Рост интереса объясняется несколькими факторами. Прежде всего, дело в цене. Среди компьютеров это тот самый эконом-вариант на фоне подорожания многих моделей ноутбуков. А по характеристикам планшеты приближаются к ним и способны полноценно заменить их в учебе и работе. Или вот еще интересная взаимосвязь. Рост спроса на системы умного дома. С планшетом удобнее управлять дистанционным включением света, климат-контролем, кухонной техникой и отслеживать информацию с датчиков и камер. И что еще немаловажно, с таким компактным компьютером сподручнее смотреть фильмы в дороге и читать книги. Долгое время продажи планшетов снижались под давлением смартфонов с широкими дисплеями, но тренды изменились. В России стремительно растет репертуар визуального контента. Многие пользователи считают, что смотреть кино комфортнее на более широком, качественном экране, нежели пусть и на очень большом, но смартфоне. Кроме того, цикл обновления планшетов более длинный, чем у телефонов. Примерно раз в пять лет. Возможно, многие владельцы устройств просто задумались о новом гаджете. Кстати, чтобы купить дорогую технику, вовсе не обязательно влезать в непосильные долги. Есть много других способов. Именно поэтому белгородцы стали реже обращаться за микрозаймами. Речь идет о небольших кредитах на короткий срок под высокий процент. Выдают их не банки, а микрофинансовые организации. Как правило, взаймы до зарплаты берут те, кому отказали банки из-за высокой долговой нагрузки. За минувший год жители региона оформили более 500 тысяч микрозаймов. Это почти на 8% меньше, чем в 2022. В среднем белгородцы брали в долг в таких организациях по 11 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели и юридические лица примерно по 3 миллиона. В целом, в России спрос на микрозаймы остается высоким, потому что люди привыкли к определенной модели потребления, а рост реальных доходов не всегда поспевает за инфляцией. На сегодняшний день максимальный размер займа, который можно оформить в микрофинансовой организации, равен 5 миллионов рублей. Это установленный лимит для предпринимателей и юридических лиц. По информации микрофинансовых организаций, у многих заемщиков есть потребность финансирования на сумму, превышающую этот установленный лимит. И сейчас на рассмотрении Государственной Думой находится проект закона, по которому предполагается увеличение суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 миллионов рублей. Это запрос заемщиков. На конец 2023 года в Белгородской области были зарегистрированы 14 микрофинансовых организаций, на две меньше, чем годом ранее. Эксперты напоминают, к услугам микрокредиторов стоит прибегать только в случае экстренной жизненной ситуации. Важно тщательно изучить условия займа и оценить свои возможности по его погашению. Между прочим, взрослым иногда стоит брать пример с детей, которые умеют копить на свои мечты. Именно поэтому многие школьники так спешат трудоустраиваться. 25% российских родителей говорят, что их дети будут подрабатывать на летних каникулах, сообщает исследовательский центр популярного портала по подбору персонала. Как раз к 1 июня в России появится перечень рекомендованных для подростков профессий, и многие ранее неурегулированные моменты станут на свои места. Определят пакет документов, который необходим для трудоустройства по каждой специальности. В список войдут около 50 профессий – курьеры, дизайнеры, помощники вожатых. Сейчас для подростков на рынке труда больше всего предложений в сфере продаж. На них приходится 8% всех объявлений о работе для несовершеннолетних, сообщили в Авито Работа. Далее следуют работодатели в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. Много вакансий для подростков в области маркетинга, рекламы и пиар. Самые высокие зарплаты предлагают торговые организации. Работа курьером или сборщиком-упаковщиком заказов дает максимальный доход. А вот творческие специальности, такие как аниматор, актеры и копирайтер, большого дохода не принесут, но зато обеспечатят насыщенные и полные впечатлений каникулы. А у меня на этом все. Строим и большие, и маленькие планы на лето, ведь от правильного планирования зависит половина успеха любого дела. Спасибо, Алексей. Ну а в наших планах увидеть тебя здесь уже через неделю с новыми новостями экономики. До встречи. И в завершении история одной белгородской семьи. Сразу несколько мужчин, из которых стали участниками спецоперации. Виталия главу дома мобилизовали осенью 2022-го. Спустя полгода на передовую отправился и его старший сын Артур, выпускник Михайловской артиллерийской академии. Своих защитников ждет мама и супруга Марина, и младшие дети. Как поддерживает родных и что ей прибавляет сил, Анна Свидовская расскажет. Уже два года Марина живет от звонка до звонка. Сейчас супруг и старший сын защищают наши рубежи. Мужа Виталия мобилизовали в сентябре 2022-го. 23-летний Артур в зоне боевых действий с прошлого года. По окончании Михайловской военной академии молодого человека распределили в часть, которая уже была на передовой. Артиллерийский «Шеврон» — заветная цель, которой парень шел с детства. В 17 лет отправился в Питер. Параллельно занимался спортом. Достиг успехов в боксе. Тренировался с олимпийскими призерами и чемпионами мира. Успел даже сделать первые шаги в кинематографе. У нас такое правило в семье. Хочешь — пожалуйста, мы всегда будем поддерживать твои желания, твои стремления. Главное, чтобы они чего-то хотели в этой жизни. Примером Артура вдохновился и средний брат. Баграт тоже учится на артиллериста и занимается боксом. Проводил бои на соревнованиях разного уровня. А в этом году стал участником события, которое запомнилось на всю жизнь. Парада победы на Красной площади. Чувствуется сила, мощь вся, гордость просто переполняет тебя. Идешь втрою, поешь песни, люди тебя снимают, все тебе кричат. Ну, это прям классно. Вот закончишь ты обучение. Что в планах? Дальше войска, поехать служить, карьерный рост, стать хорошим офицером. Спасибо, что даете мне такую возможность вами всеми гордиться. И пример для младших. А пока младший, 10-летний Тимур, с увлечением изучает азы монтажа. Своими видео пополняет семейный архив. Братья и отец часто снимали мотивационные ролики. Любовь к спорту всей семье привил папа. Вместе боксировали, соревновались на результат. Сейчас о счастливых днях напоминает тренировочная площадка и фруктовый сад, который вырастил глава семейства. Всегда летом выйдут на турнички. Папа говорит, идемте, пацаны, надо потренироваться. Немножко поработали, отдохнули. Иногда Виталий присылает семье фронтовые приветы, которые дают надежду. Враг не пройдет. Забегает! Орудие! Быстро! Мужчина командует орудийным расчетом. Не раз вместе со своими ребятами отличался на поле боя. В прошлом году был представлен к Ордену за заслуги перед Отечеством. Папа нас очень любит. Что он для нас все делает. Что помогает нам. Защищает. Защищает. Семья переехала из Приднестровья в Белгород 10 лет назад. Купили дом, завели огород и домашнего любимца Норда. Тогда никто и представить не мог, что совсем скоро мужчинам с оружием в руках придется защищать рубежи Родины. Страх за него. Страх вот за детей. Но знаете, мужчина должен быть смелым и сильным. И он говорит, я иду по судьбе. Вот если мне по судьбе это предназначено, значит я должен это пройти. Ни на секунду он не струсил, ни на секунду он не стал думать какие-то пути. Хотел своим сыновьям показать, что ничего в этой жизни бояться не надо. Он пример для них. А пока Марина ждет своих героев домой, с хозяйственными хлопотами помогают справляться волонтеры объединения «Своих не бросаем». Соседи – местная администрация. Нам Бог здесь дал очень хороших друзей. Они меня ни на минуту не оставляют, понимаете. Вот малейшее, что мне надо, в любой момент я могу позвонить, они всегда помогут. И надо держаться, надо быть сильной. Если я буду страдать, плакать, они будут это видеть, им тоже будет тяжело. А мне их надо чем-то поддерживать. Мы должны друг друга поддерживать. На будущее у семьи большие планы. Отец и сын проходят тестирование для участия в президентской программе «Время героев». После окончания спецоперации получат квалификацию для работы в органы государственной и муниципальной власти. Марина делится. У Артура есть еще одна мечта – стать депутатом и продвигать свои спортивные инициативы, чтобы еще больше наших ребят вели активный образ жизни. Ну а Виталий, помимо всего, займется любимым садом. Повесит боксерский мешок, который пока лежит без дела, и продолжит тренировать своих мальчишек. Анна Свидовская, Евгений Цапков. Программа «Такой день» на Амире Белогорья. И к этому часу все. В студии работала Наталья Титова. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Увидимся уже в следующих выпусках такого дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok